Звучит музыка О которой и телевидение, к сожалению, и телевидение тоже в этом участвовало, и газеты дружно в один голос говорили, что Лепешинская была убита, она и ее компаньонка, женщина, с которой она жила все последние годы, что к ним втерся в доверие некий проходимец с фамилией Барольник, который убил их, чтобы завладеть квартирой Ольги Лепешинской, а также всем ее имуществом спецслужбы. Они ответили, наконец, на вопрос, убивал Барольник Лепешинскую или не убивал, в деле поставлена точка и ок дарение Ольги Васильевны, ок дарение квартиры, ее завещание признано документами абсолютно подлинными. Самое ужасное, что многие наши коллеги, никто не говорил о том, как танцевала Лепешинская сцене, Большого театра Советского Союза, никто. Речь шла о другом, что она в последние свои годы, Ольга Васильевна, была чуть ли не невменяемой, дееспособной. Открыто говорился и с экрана, и в газетах можно было все это прочесть. Мы в момент истины показали, в каком состоянии на самом деле была Ольга Васильевна. А вы хорошо знали Сталина, Ольга Васильевна? Не знаю, хорошо ли я его, боялась очень, но наш стол стоял близко от той двери, откуда выходил он. Это вот на банкетах в Кремле. Строили большую сцену, и я танцевала. Яковлев написал, что я во всех участвую. Танцевали, как правило, Галина Сергеевна Уланова. Уланова танцевала раза два, не больше. Не больше. Пел всегда Максим Михайлов, Иван Козловский. Никто этими записями не интересовался, никто их не показывал, даже у нас, у журналистов. Никто эти пленки не попросил. Кто заказал эту компанию? Можно только догадываться, хотя мы, журналисты, догадываемся. Да, Давыдова пела часто, Максакова пела часто, Михайлов пел очень часто. Итак, еще раз поставлена точка. Лепешинская, как теперь видно из официальных документов, была абсолютно дееспособна. Б. Это ее последняя воля. А. Дарение квартиры, как и завещание, ее последняя воля. И никто, никто не вправе над этой волей великой балерины. К большому сожалению, ты прав. Если звезды зажигаются, это кому-то нужно. Если звезды гасят, это тем более кому-то нужно. Очень хорошо спросили образцовок, что такое счастье. Он сказал, быть нужным. Вот я была счастлива на войне. На войне? Я была нужна. Ясно совершенно, что люди, которые сказали, что она была сумасшедшая, что она не имела права. Нимается право на последнюю волю. Да. Это не просто кощунство. Это издевательство над человеческой сутью. Это было нечто, когда она появлялась на сцене. Меня поразило другое. И журналист ток-шоу на тему. Вот он убийца или нет? Не в прокуратуре ток-шоу. Не следственный эксперимент. А в студии люди объясняют, мог теоретически вот этот господин убить? Последний раз ее снимали из школы, которая в Зеленограде. Они приносили записи, как дети танцуют. Она даже до последнего момента указывала, что ребенок ручку не так делает, ножку не так делает. Потому что после смерти Риты, вот женщины, с которой она жила, она, говорит, все болезни умирают передала мне. И последние полтора-два месяца были действительно очень тяжелые. Вы даже не представляете, как с ней было интересно беседовать. Про встречи с Оставином, с Берием, с Молотовым, а в программе Малаховой. Ее смешали, извините меня, имя ее вообще смешали, черт его знает чем. Она же была, в общем-то, такая убежденная коммунистка, вы меня извините. Она церковь все такое не признавала. Ведь она категорически заплатила им никакого отпевания там. Все фамилии помнила, вы представляете? А эти, извините меня, уроды из нее пытаются сделать сумасшедшую. Они пускай на себя лучше все посмотрят, понимаете, в чем дело. Что сумасшедшую возили к Путину, да, на прием. Извините меня, выручали, когда я орденами дали. В студии люди объясняют, мог теоретически вот этот господин убить. Дискуссия. Дискуссия. Но вообще я не очень понимаю, какое право имеют на телевидении вести такую дискуссию. Потому что это касается предположения в преступлении. И если уж это говорит, это должен решать суд и никто иной. Мы же знаем, какой всплеск вызвала работа Ландау. Хотя она, по сравнению с тем, о чем ты говоришь, это было вообще, ребят, ну какие... И все равно это вызвало бурю протеста. Понимаете? Плохо, что отменили дуэль, понимаете. Вот с удовольствием бы вызвал бы всех на дуэль, я очень хорошо стреляю, понимаете. Поверьте мне, я бы как бы Грузию одно время первое место занимал. Это танец на могилах. Танец на могилах. Танец на прахе. Вот, пожалуйста, Путин для всех Путин. А для меня он лето, голубое небо, голубая с короткими рукавами рубашечка и голубые глаза. А почему так, Ольга Васильевна? Потому что я вижу в нем человека. А раньше, все 80 лет, вспомните, какие это были люди. Но Сталин вам был по-человечески интересен? Нет, для меня он не был человеком. Для меня он был деспотом, диктатором, человеком страшным. Есть вещи, святые вещи для всех. Это память об ушедших прежде всего. И тем более о людях, которые творили только добро. Никто не скажет, что Лепешинская творила зло. И вот такое не прощается. Не прощается. Я был потрясен ясностью ума. Фамилии вылетали. Точностью выражения. Вспомни, как она говорила, казалось бы, о соперниках. Но как она говорила о них. Объясните мне, почему, чем острее, чем серьезнее мы доказываем. Я помню этот рассказ Враговой. Я помню его. Вот, да. Светлана Александровна Врагова. Народная артистка России. Совершенно верно. Еще один пример. Как сегодня, многое просто с головы. С головы ставится на ноги. На полу валялась книга Мариуси Никнебель, ученик и ученики. И на лице Мариуси Никнебель был такой черный, страшный такой след. Ноги. Ноги. Понимаешь, дело Юкоса... Нет, это не дело Юкоса. Это дело убийц. Нескольких убийц, да, из компании Юкоса. Это первое, с чем я столкнулась, знаешь. Ходорковский признался, что это они все сделали? Да, он извинялся потом. Неужели одной этой, Олега Максимовича, истории, недостаточно, чтобы понять, кто же такие на самом деле были парни из Юкоса в начале 90-х годов? И что они творили, как они убивали людей? Убивали людей. И он сказал, ради бога, извините, я не знал, что это вы. То есть, фактически, Менотеп признал, что это их рук дело? Конечно. А убийство соседок? Саша Кончатов, вот стоит банк Менотеп, и в глубине двора... Этот дом? Этот дом. Светлане Александровне не повезло. Ее дом был во дворе банка Менотепа. Банк расстелил весь подъезд. Один подъезд был в доме. И только двое жильцов заупрямились. Светлана Врагова и сосед с верхнего этажа. Саша Кончатов... Сосед был убит в ту ночь, а Врагова приехала с дачи, где она жила, из Переделкина, весь последний месяц, и увидела картину невероятную. Приезжаю я домой. Стоят автоматчики перед моим домом. И когда я поднимаю глаза, рамы не мои, холодильника нет, и дверь открыта. Знаете, ощущения, ну, еще пока человека только что художественный руководитель. Я говорю, а где рамы? Почему они другие? Глупым голосом. Открываю дверь. Ну, такой шок, наверное, в Чечне бывает, когда бомба попадает в дом. Там были пробиты швеллерами стены. Вся мебель вынесена. Я должна сказать, что я никогда не испытывала состояние невесомости. Мы принесли камеру, бойцы не пускают нас в нашу квартиру с камерой. Говорят, мы ничего не знаем. Я говорю, как вы ничего не знаете? Это украинские строители открыли, разорвали все. Не дай его каждому из нас все это увидеть. Что можно сделать с вашей квартирой, если вы не хотите ее освобождать? По желанию банками на ТЭП убираться на улицу. Андрюш, понимаешь, какая вещь? Но одной враговой достаточно. История, как расселили подъезд. Самое страшное в этой истории было то, что никто не хотел помогать. Я пошла в милицию. Меня всегда поражало, да. Смешно говорить, что не было преступления. Смешно назвать это политическим преследованием. Но меня волнует другое. Почему, когда начался процесс Ходорковского, рядом не сидел чиновник, который допустил уход от выплаты налогов? Такие компании, как ЮКОС, контролирует не Петя из 15-го подъезда, а глава налоговой службы. Почему это не было сделано? И тогда никаких разговоров о политическом не было бы. Тогда все встало на место. Я не сплю, заснуть нет силы. Что ж так сердце жало вновь? МВД страны вот тогда, в 95-м году, имела информацию, что ЮКОС, господа из ЮКОСа, убивают людей, расширяя свои владения. Бартни, Наталья, на покровке, Наталья. Андрей Викторович, наверное, не только МВД, но и правоохранительная система работает на громкие преступления. То есть сделать ничего было нельзя тогда? Ну, вероятно, надо действительно дать. То есть мафия? Откровенно, определение, организованная преступная группа, которая занималась извлечением прибыли для своего сообщества. Я люблю тебя, Россия, берегу свою любовь. Я пошла к адвокату, тот сидел тоже. Знаете, какое-то было ощущение совершенно отмороженности всего того, что вокруг Минотелла. То есть у меня вынесли квартиру. А ничего, никто не мог... Ничего сделать нельзя. Самое главное, что реакция была, знаете, как во сне. Вот ты спишь, объясняешь людям, да? И там какие-то такие вот монстры стоят и на тебя смотрят. Ты страна, где в раннем детстве вдруг почувствовал в себе на смерть раненое сердце. Когда мы говорим о мафии, то мы говорим обязательно о трех уровнях ее. Самый высокий из которых – это представители органов власти. Второй уровень – это представители правоохранительной системы. И третий уровень – это бизнес, который собирает свой капитал за счет покровительства. В истории врагов это 95-й год, сейчас 2009-й. Мафия победима. И мы знаем как раз примеры полного подобления организованных преступных групп, мафиозных семей. Хорошо, в Италии, а у нас? Вы готовы сказать сегодня, что нет в Российской Федерации незаконно приватизированных заводов ли, комбинатов ли, объектов ли, дворцов ли молодежи? В Москве, например, как мы, журналисты, предполагаем, незаконная приватизация этого красавца, дворца молодежи в Москве. В 2004 году Павла Забелина пытались убить. Сам Павел Забелин связывает это преступление с теми показаниями, которые он дал. Против Пичугина? Абсолютно верно, против Пичугина. Пичугин, чтобы было понятно, это служба безопасности ЮКОСа, его обвинили в многочисленных убийствах, а Забелин тогда работал во дворце молодежи в Москве. Забелина и Пичугина связывал совместный бизнес, а именно Московский дворец молодежи, где Забелин был генеральным директором, а Пичугин и Невзлин имели там помещение для личных встреч. Это аренда? Это была неучтенная аренда. Часть денежных средств, которые поступали от аренды, просто нагло присваивалась. В случае возникновения конфликтов с арендаторами, Пичугин, не скрывая того, что он принадлежит к силовому подразделению компании ЮКОС, приезжал и пытался урегулировать все вопросы. Угрожал? Безусловно, угрожал, в том числе и убийством. Кому? Тем лицам, которые не согласны были платить незаконные денежные средства за аренду помещений. Группа лиц под руководством госпожи Татьяны Чешинской. Кто такая? Госпожа Татьяны Чешинская на протяжении длительного времени является неким контролером Леонида Невзлина в Московском дворце молодежи. Это денежные потоки? Это денежные потоки. То есть мы предполагаем, что дворец молодежи, все его доходы, там мюзиклы идут, постоянно спектакли, работают бары, рестораны, все работает. А доход идет к Невзлину до сих пор? До сих пор. Так кто стрелял в Забелина? Что следствие установило? Следствие ничего не установило. Дело было выделено в отдельное производство и направлено в Кузьминскую прокуратуру, где в настоящий момент приостановлено за неустановлением лица. То есть в рамках уголовного дела Пичугина и Невзлина вопрос не возникал? Не возникал. Почему? Я думаю, что следствие не обратило внимания на этот эпизод, потому что на момент совершения данного преступления и Забелин, и Невзлин, они были партнерами по бизнесу. И было, на первый взгляд, невозможно предположить, что Забелин... Почему? Кто рядом, тот и стреляет, как правило. Я не могу прокомментировать данный вопрос. Кстати сказать, в скобках, уголовного дела по ограблению Враговой нет до сих пор, и по убийству ее соседа Саши Камчатова тоже нет уголовного дела. Эти эпизоды не рассматриваются в рамках расследования преступлений ЮКОС. Значит, есть заинтересованные лица в том, чтобы эти преступления остались нераскрытыми, и, наверное, нетрудно предположить, почему они остаются нераскрытыми, и почему есть заинтересованные. Да, правильно. Вспомни ситуацию с Костиной, вспомни слова Михаила Михайловича, ну вы бы сказали нам раньше, что вы его жена, тогда бы мы, так сказать, взорвали другую квартиру. Ну, понимаешь ты, что это такое? И, безусловно, во всех этих действиях следы крови тут и там. А кому сегодня принадлежит Московский дворец молодежи? Кто хозяин? Татьяна Чешинская через своих аффилированных лиц. Она директор? Татьяне Чешинской принадлежит 50% уставного капитала мажоритарного акционера. То есть это бизнес, который... Это бизнес, который под контролем невзлина, и он кормит... По-прежнему вот те, кто сбежали, неважно, деньги делаются в Москве. По нашему предположению, деньги, которые кормят невзлина, они зарабатываются в Москве путем незаконной сдачи в аренду помещений Московского дворца молодежи. Кто-нибудь это проверял? Никто не проверял. Даже в рамках дело, еще раз спрошу, Пичугина. Никто это не проверял. То есть покушение на Забелина как бы не заметили? Нахождение лица, которому было выгодно ликвидировать Забелина, не нашли. А это госпожа, как фамилия? Чешинская. Что неизвестно, кто она? Когда Невзлин был совладельцем ЮКОСа, он подарил Татьяне Чешинской право управлять этим дворцом молодежи через одно маленькое общество. Как дворец-то у них в руках оказался? Конечно, наивный вопрос, но все-таки дворец, Москва. Приобретение права на этот дворец молодежи осуществлено в 1998 году. Сейчас сроки давности не позволяют провести полноценную проверку. То есть законно незаконно? Закон не позволяет провести полноценную проверку. Закон? Да. Почему? Потому что истекли все сроки давности в настоящий момент. Правильно, Березовский в Лондоне, а деньги работают в Москве. А империя на самом деле в России осталась империя Березовского. И те же схемы, которые Борис Абрамович или Невзлин заложили, они действуют и сегодня. Мы поспешили перечеркнуть социализм, не взяв из него все лучшее. Сегодня эти слова один в один повторил господин Саркози. С капитализмом надо что-то решать. Мы поспешили вознести ему хвалу, он лишился социальной опоры. Понимаете? Почему мы об этом не говорим, Сережа? Да, люди в бегах. И Борис Абрамович, и Невзлин тот же. И еще несколько миллионов человек. Но их бизнес остался в России, это целая империя. Это сотни тысяч людей, которые по команде своих хозяев. Ну, для провокации массовых волнений ничего не надо. Ведь ничего особенно большого-то не надо. Вот они готовы, недовольные. Один раз была попытка же, а тут Маш не согласен. Ведь все же делается на деньги. Маш провалился, но тем не менее, если работает империя, если деньги, не маленькие. Сколько получает Невзлин наша оценка от Дома молодежи по годам? Невзлин имеет около 20 миллионов долларов в год. На эти деньги можно жить. Тем более в Израиле. Ну, цифра, конечно, приблизительная, но не маленькие. Это замалчивается. Почему? Проверить тоже дворец. Андрей, а кто проверять будет? По закону срок давности. Есть такое понятие? В отношении таких преступлений нет. У нас 90% недвижимости приватизировано незаконно. Этим нужно заниматься. Очень выгодно замолчать эти темы. А когда нужно сделать что-то наоборот, как вот, например, в случае с Лепешинской... Ну да, сразу бы сделали заявление правоохранителей. Это очевидно. Проверили документы. Это очевидно. Это абсолютно правильно. Вот, например, жил человек, величайшая балерина. О ней не было сказано ни слова. Мы проверили за 8 лет последних, кроме канала ТВ-центра, ни одной программы. Совершенно верно. Даже сегодня у врачей, которые лечили Лепешинскую, журналисты не спрашивают, правда ли нет то, что они, журналисты, говорят о ее состоянии. Все время, которое мне пришлось провести с Ольгой Васильевной, контакт был вполне нормальный. Вы часто с ней встречались? Довольно часто. Вовремя получала... До последних дней. ...лекарства практически, да. Андрей, самое страшное, что мы начинаем, наверное, это в ментальности нашего народа, делать собственный пиар на смерти великих людей. Все-таки вернемся к Югусу. Сколько же, какие сегодня доходы у этой, как бы уже не существующей компании, точнее, у ее руководителей? И неважно, в тюрьме они, в Израиле. Я думаю, что цифры исчисляются миллиардами долларов. И вообще, вот, честно говоря, меня очень удивляет, когда встает вопрос, убивал там Невзлин, не убивал там. Аргументация просто примитивнейшая. Нет, ну как Ходорковский, посмотрите, какой интеллигентный. Кто такой Ходорковский, кто такой Невзлин? Это дитя 90-х. Это мальчики, которые учились в школе, были ботаниками, выросли. И все, кто они пришли, они пришли из комсомола, из спекулятивной вот такой тусовки, вот, которая была при СССР. И когда они пришли, им захотелось стать сильными. Наворовали деньги, теперь нужна сила. А в то время КГБ переживало не самые лучшие времена. Поэтому появилось много отставников, которые пришли в службы безопасности. И вот вдвоем они начинали понимать, что вот теперь-то они... Что такое там, например, контрразведка? Это структура, которая направлена на уничтожение. Произошло слияние... То есть без грубой силы они олигархи не были бы олигархами никогда? Это самое высшее наслаждение... Грубая сила. Грубая сила. Которую им внушали все отставники, которые приходили к ним и начальникам. У меня есть ощущение, что все у нас стало как-то с головы на ноги. Будь то Лепешинская, будь то Врагова. Вот все на свете, все наизнанку. Скажи, пожалуйста, я приведу совсем другой пример, когда с головы на ноги, это видим мы все, но почти ни у кого нет никаких вопросов. Ты по Киевскому шоссе вечером или ночью давно ехал? Недавно. Из Москвы в сторону области. Ты зарево видел по левую руку? Это горит свалка между Калужским и Киевским шоссе. Эту свалку, если она уже загорелась, потушить невозможно. Но все, что там горит, у нас не сортируется мусор. Включая, как мне объясняют, самое страшное, батарейки. Все это уходит в грунтовые воды. Мы это пьем. Мы этим дышим. Экология – это часть культуры. Это твое отношение к тому забытому слову, которое воистину называется Родина. Если отношение к Родине как к родному отсутствует, никакой экологии говорить нельзя. Это глупости. Я приведу тебе один пример. В маленьком городе в Германии был огромный химический комбинат какой-то. И сколько не бастовали люди, поскольку река, город чуть ниже по сбросу, ничего не выходило вообще. Штрафы регулярно платил завод и все остальное прочее. Причем огромные штрафы. Но эти сооружения, честные, никаким образом не ставил, потому что надо было, вероятно, еще больше денег. В одночасье пришел новый бургомистр города и сказал, ребята, значит, я сейчас выведу весь город, и все работающие вместе с городом встанут около проходной, работать я вам не дам. Никак, ни по какому. Или есть другой вариант. Я за свои деньги за счет города строю два дома для хозяина этого завода и для главного инженера этого завода на территории завода. И вы там будете жить. Они подумали и говорят, хорошо, потому что останавливать завод это дорого очень. Через год на территории завода был яблоневый сад, а люди спокойно пили воду из реки нежестоко. Можно так. Понимаете, самое обидное, что совсем недавно мы на комиссии нашей в Совете Федерации смотрели разработки специалистов Курчатского института. Они предложили способ сжигания таких отходов, при котором образуется великолепное количество тепла, воды и так далее, при которой образуются великолепные степловидные отходы, которые можно использовать где угодно. Какова судьба этой технологии? Судьба великолепная. Построили опытный завод в Израиле, потому что на территории России не нашлось места. Это наши курчатовцы. Там он работает. Не смогли никого убедить и в Израиле опытный завод. Там он работает, можно пойти и убедиться. А у нас эти вот свалки жуткие. Что все, там все, вот тут тот и ядов, что все есть, пожалуйста. Вот это национальная проблема. Свалки, горящие вокруг больших городов, в частности, это онкология. Страшно. Если у нас есть замечательные... Это ухудшение общего уровня жизни населения страны. Когда мы такую систему... Мы же европейская страна, она минуточку... Значит, чтобы это сделать, пятилетки хватит. Хватит. Просто это надо делать, это надо обязать. Да, это дорого. Хороший мусороперерабатывающий завод, самый примитивный, стоит миллионов 70-80, а очень хороший миллионов 300. Но он, во-первых, себя окупает, а во-вторых, экономия в человеческой жизни и здоровье, несопо-ста-ви-ма. Это разные совершенно вещи. И поэтому на это деньги жалеть нельзя, ни в коем случае. И эти свалки-полигоны, это давным-давно устаревшая вещь. Правда, те, которые есть, с ними еще придется возиться, их придется рекультивировать, там работы хватит. Но прекратить нынешнюю ситуацию с мусором, чтобы нынешний собираемый перерабатывался, из него вытаскивалось все полезное, остальное сжигалость, это обязательно усвоили задачи. Обязательно. Выжжена абсолютно до состояния холода, до состояния пепла, выжжена душа людская. Ничего в этой душе нет. Знаешь, как у летчиков это называется? Есть точка от одного пункта до другого. Есть вполне определенная точка, где ты должен принять решение, я лечу дальше или я возвращаюсь обратно. Это точка возврата. Если ты эту точку проскочил, тебе обратно не вернутся. Тебя топлива не хватит. Что бы ни было рядом, или впереди, гроза, все что угодно. Это такое ощущение, что мы проскочили точку возврата. Когда Ходорковский, прости, что я тебя перебиваю, мог реально все в стране. Только квартиры отобрать, и только убить. Предполагаю, убить. Как-то уже Сашу Кончатова. Было страшнее, чем сегодня. Во-первых, ты ошибаешься. По той причине, что тогда было горячее, чем сейчас. Правда? Конечно, страшнее его много. Нет, подожди. Было горячее. Когда горячее, известно, где горит. И, по крайней мере, это место можно обойти. Сейчас хуже, сейчас холодно. И ты вообще не знаешь, откуда опасность. И Ходорковский совсем не все мог, что и доказала история. И он это знал. Правда, он заигрался в какую-то секунду, он просто забылся. Оружие, не мной сказано, создает у труса ложную уверенность храбрости. Мы поумнели. Мы настолько поумнели, что привыкли помалкивать. На всякий случай. Ну, ты не молчишь, слава богу, я тебе вопрос задам. Тогда уйдем в сторону. Чуть-чуть. Если мы все поумнели, и мы понимаем, что с головы на ноги так не проживешь, вот все те примеры, или Пешинская, или Ходорковская, о чем мы говорим сегодня. Вот ты мне объясни, любая европейская страна, и Россия в том числе, стоит на мелком и среднем бизнесе, и, как известно, до 40% доходов, если не больше. Почему? Как ты думаешь, если Лужков и правительство Москвы выделяют на поддержку мелкого и среднего бизнеса в городе 5 миллиардов рублей, почему на всю страну получается 1 миллиард? Более 30% доходов московского бюджета составляют доходы от налогов, которые платит малый и средний бизнес. Это первое. Но не менее важное, и я бы даже, может быть, и на первый месяц поставил, это социальная составляющая. 2,5 миллиона работников работают в малом и среднем бизнесе. Количество малых предприятий вместе с индивидуальными частными предпринимателями в городе Москве более 350 тысяч. В прошлом году мы отпраздновали 20-летие малого бизнеса. И 18 лет из 20 поддержка ведется по программно-целевому принципу. И в этом году завершается шестая по счету, и мы разрабатываем седьмую по счету целевую комплексную программу. Но одна программа это огромное количество подпрограмм. И самое важное из них это финансовые поддержки малого бизнеса, подпрограммы имущественные поддержки малого бизнеса, образовательные подпрограммы. Их очень много. Финансовая поддержка малого бизнеса. Бюджет выделяет деньги. В этом году бюджет города даже в связи с тем, что кризис не изменил объем финансирования, не секвестировал эти деньги. И, соответственно, 2 миллиарда 250 миллионов рублей из бюджета города направлены на выполнение комплексной программы, на подпрограмму в том числе и финансовой и имущественной поддержки. В рамках имущественной поддержки тоже есть большое количество подпрограмм маленьких. Это и субсидии, это и компенсация ставки банковских кредитов, это и компенсация затрат, связанных с энергоприсоединением, это и финансирование молодежного предпринимательства, это финансирование инновационного бизнеса, это два венчурных фонда. Это все, что касается финансовой поддержки малого бизнеса. Это работа фонда содействия кредитования, это работа микрофинансового агентства. Каждый год мы выдаем до 1000 займов для начала своего бизнеса. В этом году мы увеличили количество денег, которые направим на стартапы и, соответственно, мы ориентируемся более 2000 малых предприятий. Будет открыто в том числе с помощью субсидий. Если говорить о сравнительном анализе и посмотреть, что происходит в других регионах России и сравнить это с Москвой, то Москва намного лучше выглядит и намного дальше пошла в том, чтобы поддержать мелкий и средний бизнес. Я могу это говорить не теоретически, а практически. Московская правда это не только редакция газеты, это система предприятий. В том числе у нас есть большое количество подконтрольных нам малых предприятий. Вот это и есть малый бизнес. Я должен сказать, что в Москве все-таки работать можно. Вопреки, конечно, неким противодействиям, но благодаря тому, что есть достаточно жесткая позиция руководства города, которая хочет, чтобы малый бизнес в нашей столице двигался вперед. Мелкие чиновники понятно думают о своих карманах. Они понятно хотят создавать какие-то рычажки для того, чтобы в их копилочку что-то падало. В прошлом году запустили службу неотложной правовой помощи. Не каждое малое предприятие сегодня может принять в свой штат профессиональных юристов, а проблемы, связанные с безопасностью бизнеса, с проверяющими организациями, они существуют и существуют достаточно часто. И в этом плане очень здорово помогает служба неотложной правовой помощи, где в режиме 30-40 минут приезжают профессиональные юристы и помогают предпринимателю малого бизнеса справиться с проблемой юридического характера. В каждом административном округе закуплены мобильные офисы, машины. Это по аналогии со скорой помощи, когда к больному приезжают профессионалы и помогают ему выздороветь. В этом плане очень хорошо нам помог указ мэра Москвы о моратории на проведение проверок плановых, который был подписан не так давно. Этот указ запрещает московским проверяющим организациям в течение 2009 года проводить плановые пробирки малого бизнеса. Все плановые проверки должны быть до конца года заморожены, если это не касается безопасности жизни и здоровья москвичей и гостей столицы. И внеплановые проверки могут с 1 июля проводиться только с согласия прокурора. Это федеральный закон 294-й четко прописывает. Мы в развитии указа мэра подготовили и принято постановление правительства города Москвы о снижении административных барьеров для малого бизнеса. В этом году специализированные конкурсы для малого бизнеса, городские конкурсы на выполнение работ, оказание услуг, поставку товаров для города будет проходить в виде специализированных конкурсов только среди субъектов малого бизнеса и объем этих торгов уже определен, постановление вышло 15 миллионами рублей. Это значит, что в условиях кризиса, когда малый бизнес испытывает определенные сложности, город может заказать у малого и среднего бизнеса те заказы, которые они выполнят и за которые они получат реальные деньги. Городской заказ очень большой, в прошлом году это было больше 400 миллиардов рублей, в этом году он будет немного меньше, но тоже очень-очень значительный, и даже 20% от этой суммы для малого бизнеса это очень большие деньги, и это позволит опять же малому бизнесу очень серьезно себя поддержать. И еще революционное, беспрецедентное решение было принято в конце прошлого года, мэр Москвы подписал постановление правительства Москвы, которое установил ставку аренды за городское имущество в размере 1000 рублей за квадратный метр в год. Таким образом, из бюджета города было дополнительно на это выделено 5,4 миллиарда рублей. Кроме этого, мы миллиард рублей в этом году планируем получить от федерального бюджета, и таким образом у нас вся финансовая поддержка в городе, Москве, будет, наверное, больше, чем федеральный бюджет выделил на поддержку малого бизнеса оставшимся регионам Российской Федерации. Правительство Москвы благодаря жесткой позиции Юрию Михайловичу Лужкову удалось добиться приостановления положения федерального закона о конкуренции, касающегося выставления помещений на аукционы, на тендеры в том случае, когда принимает участие малое предприятие. То есть, что сегодня происходит? Малое предприятие является добросовестным, платит все налоги, выполняет какие-то социальные функции. Если это магазин шаговой доступности, значит, имеет социальную направленность на инвалидов, на ветеранов Великой Отечественной войны, то есть, продает им при предъявлении социальной карты москвича товары со скидками в 5, в 10, в 15 процентов. И при окончании срока действия этого договора мы обязаны освободить это помещение и само помещение выставить на аукцион. Понятно, что в центральном округе каждый метр, наверное, является золотым, навряд ли малое предприятие, да еще вот такое социально ориентированное, будет являться победителем в таком аукционе. Эти помещения захватят крупные компании. Вот это положение сегодня приостановлено. Это основное действие, которое сегодня нам позволяет пролонгировать договоры с предприятиями малого бизнеса и, в общем-то, постараться поддержать их на плаву. Решены вопросы по присоединению к электрическим сетям. Подключение небольших торговых павильончиков, каких-то других организаций малого и среднего бизнеса до 15 киловольт, они производятся практически бесплатно. Необходимо отметить следующие действия на территории округа, да как и на территории всего города. Ну, вы знаете, расположены различные палатки, тонары и так далее. И, в принципе, в последние годы правительством города велась такая целенаправленная работа по их общему сокращению. Это порядка 15-20 процентов в год общее число сокращалось. В этом году мы отказались, я не веду город, правительство Москвы, отказались от сокращения, потому что каждый киоск, каждое предприятие торговли это рабочие места, это налоги в бюджет, это занятость населения, это спокойствие, в конце концов, жителей нашего города в кризисный период. Все эти решения приняты, естественно, на уровне города. И сегодня стоит вопрос уже за реализацией всех этих вопросов в административных округах. Что такое центральный округ? Центральный округ у нас сегодня 80 тысяч предприятий. 80 тысяч предприятий это 40 процентов от всей городской численности предприятий малого бизнеса. Это более 700 тысяч рабочих мест. А если мы еще эти рабочие места умножим на 2, на 3, ну, это семьи же, да, ведь эти люди, которые работают в малом бизнесе, они сказали государству, мы избавим вас от заботы о нас. Единственное, что вы сделаете, вы не мешайте нам работать. Мы будем содержать и себя, и свои семьи. Еще одна тема, очень важная, рабочие места. Сколько рабочих мест дает мелкий и средний бизнес вашему округу? Оценка такая, 17 с половиной тысяч малых предприятий, говорю по памяти. В среднем в таком предприятии работает около 10 человек, 10-12. Ну, вот считайте, 170, 180 тысяч работающего населения. Огромная цифра. И еще один момент. Работающий человек, это значит сохранение покупательской способности. Это значит, что он идет в магазин и спокойно покупает продукты. Опять идут налоги. Он платит подоходный налог. Это все пополнение бюджета. А если пополнение бюджета нормально идет, значит мы можем платить нормальные пенсии, увеличивать, как и запланировали. То есть это колесо. Поэтому вопрос о сохранении и создании новых рабочих мест, это тема, может быть, сегодня самая важная из тех, которые есть. Может быть, для малого бизнеса даже важнее, чем отсутствие проверок. Надо им помочь, чтобы у них не пропала оборотка. Они же маленькие, им заложить нечего. Значит, им тяжело взять кредит. Кто их там из большого банка-то возьмет? Почему запущена программа по микрофинансированию? Для того, чтобы вот эти малыши, совсем маленькие, могли прийти и взять кредитом 200 тысяч рублей. Нормально, быстро. Второй момент. Снизить издержки. Почему принято было решение, арендная плата снижена до 1000 рублей за квадратный метр на государственной площади? 5 миллиардов плюс к счетам предприятия, которые не надо платить. И очень важно вот то, чем мы занимаемся, занимаемся очень серьезно, это поддержка производящих и научно-технических предприятий. Потому что за ними торговля, ну, понимаете, мы им помогаем, но они и сами растут. А вот этой категории надо помогать, за ними будущее. Потому что, если сегодня они не погибнут, если они сегодня принесут новенькое, то тогда, извините меня, будет на чем раскручиваться после кризиса. Вот важный где момент. Но самое главное, рабочие места. Я бы сказал так, вот это, наверное, самое-самое серьезное из того, что есть на сегодняшний день в политике города, которую надо обязательно реализовать. Вот просто давать деньги, это далеко не всегда эффективно. Надо создать условия. Пусть это будут особые ставки по кредиту, особые условия аренды помещений или земли. Пусть это будет жестко выстроенная понятная система налогообложения, где не будет ножниц, то есть механизма для чиновников выдавливать что-то там в виде взятых. Пусть это будет четко прописанная система возможных проверок. И когда нарушение этого порядка будет караться по закону, мне кажется, потребность в государственных дотациях резко уменьшится. Много есть людей, богатых достаточно, которые готовы кредитовать малый бизнес. им надо тоже вкладывать куда-то надежные деньги, потому что банки наши надежностью не отличаются. Крупные проекты сейчас вещь такая не очень понятная. Они готовы в малые и средние проекты вкладывать деньги, но им нужны гарантии, что эти деньги не рассосутся в виде взяток по чиновникам и так далее. Нужен механизм, который бы защищал вот этого малого и среднего предпринимателя и давал бы ему возможность нормально работать. В Москве хотя бы в какой-то степени эта система есть. АПЛОДИСМЕНТЫ